От 500 до 1500 рублей за одну единственную сигарету, выкоренную в неположенном месте. Теперь эта вредная привычка бьет не только по здоровью, но и по кошельку. 15 ноября в полную силу вступил так называемый антитабачный закон. О том, как он будет работать в нашем регионе, журналистам рассказали на пресс-конференции в Министерстве информационной политики. Госучреждения, детские площадки, больницы, школы, университеты, учреждения культуры и спорта, лифты и даже подъезды. Отныне курение там под строгим запретом. Дымить можно только в специально отведенных местах. Мы тоже оборудуем помещение. Вот оборудованная уличная беседка. И каждый желающий, как у нас, в Миколаевском городе, хочет, может, не хочет, не курит. Не хочет, не курит. У нас очень многие сейчас, в принципе, стимулирующие антитабачи, тоже зависят и от курения. Усмогает курильщик, 16 раз заходит в день в тренем курите. Даже собирать 10 минут, это 160 минут в день, он тратит на сигареты. Штрафовать за курение в неположенных местах поручено не только полицейским, но и санитарным врачам, транспортным, жилищным и пожарным инспекторам. Особо строго наказывать будут в тех случаях, когда затрагиваются интересы детей. Устанавливается ответственность за курение также на детских площадках, сумма штрафа от двух до трех тысяч. Устанавливается ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения, где сумма штрафа варьируется от одной до двух тысяч. А если запрет нарушат родители, либо законные представители ребенка, им придется заплатить уже до трех тысяч рублей. Раскошелиться придется и тем, кто нарушит закон в сфере продажи табачных изделий. Для физических лиц это штраф от трех до пяти тысяч рублей, для юридических от ста до ста пятидесяти тысяч. Специалисты уверены, толк от таких мер будет. Только жаль, что отбросить в сторону сигарету россиян заставит забота о кошельке, а не о собственном здоровье. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Расиль Мухаммедов, Республика.